Уважаемые гости, уважаемые жители, я желаю вам хорошего вечера, я желаю вам насладиться прекрасной культурой казаков, а они уже в первой части сегодняшнего дня показали, на что они способны. И вы можете представить, что они сделают и во второй части. Я говорю ура казакам и ура нашей стране! Второй областной фестиваль «Казаки.ру» собрал на поле в деревне Шевелкино более 5000 зрителей. На свежем воздухе расположились площадки, на которых можно было увидеть, чем жили и продолжают жить казаки. Народ этот имеет весьма интересную и весьма разноречивую историю. На сегодняшний день существует несколько версий возникновения столь развитых военных общин. Казаки – это осевшие племена восточных народов – хазаров, косогов, черкесов. Зарождение казачества прослеживается в тюркских империях, в эпоху, которая была до возникновения славян. Некоторые ученые в доказательстве этой теории приводят схожесть термина «казак» и тюркского слова «казах» или «казак», что в переводе – «вольный кочевник». Есть и версия, что казаки – беглые славяне, которые поселились в пустующих землях при Азовских и при Черноморских степи приблизительно в XV веке. Регулярное упоминание о казачестве в летописях Руси началось в 40-х годах XV века. Пока у истории нет точного ответа на вопрос, как именно зародилось казачество, но о культуре и структуре войск известно достаточно много. У казаков, конечно, своя интересная культура. Очень во многом отличная культура центральной России. И вот казаки, которые здесь живут, сейчас они объединяются в землячество, объединяются в станицы, такие гостевые, зимовые станицы, как это называлось. И вот собрались казаки, решили показать жителям Московской области, вот это их очень своеобразную казачью культуру. Ремесла, песни и, конечно, военное дело. Вот это культура и уклад, которым живет казачий народ. По сей день история казачества увлекает и вовлекает немало людей, от мала до велика. Александр Барсуков занимается в Щелковском-Кадетском казачьем отряде. Говорит, больше всего увлекает быт и уклад жизни казаков. Нас сейчас в данный момент обучают много всему. Есть история казачества, фехтования, ну и многое другое. Я, конечно же, держал, на коне пытался ездить, на коне не получилось, но шашкой рубить могу. Конь для казака – это не просто способ передвижения, это еще и верный друг. Здесь, на фестивале казаки, все желающие могли прокатиться на этом замечательном друге казаков. Вот со мной конь Цезарь, прекрасный и красивый. Он здесь катает всех детишек. Ну и я думаю, что не откажем себе и мы в этом удовольствии. На коне и в бой. В основе воинской культуры казачества лежали рукопашный бой, стрельба из ружья, владение саблей, уверенная езда на лошадях. Воинские навыки передавались от старшего поколения к младшему. Во время национальных казачьих игр воины показывали все свои боевые навыки, которые мотивировали молодежь на вступление в ряды казачьих войск. Играли на фестивале казаки РУ. И в такие. Например, игра «Свайка». Нужно вот этим вот «Свайкой» гвоздем попасть в железный круг. Это традиционная казачья игра? Да, ну это в принципе традиционная русская игра. То есть она очень давно известна. Когда появилась, очень известна. Ну вот когда, собственно, инструменты первые появились, тогда и стали, наверное, не играть. Но это предок, да. Особая воинская культура позволяла воспитать воинов от самого рождения. Нужно было вырастить универсальных бойцов, способных выживать в экстремальных условиях, выносливых и психологически стойких. На специальных площадках в фестивале казаки показывали и мастерство владения боевым искусством. Например, рубкой шашкой, нескольких мишеней. Мы практически представили все площадки, какие хотели и какие нужно было. Коснулись всех сторон жизни казачьей культуры. В том числе, так сказать, и представили основное направление казачьей деятельности. Здесь это служба, и джигитовка, и фланкировка. Джигитовка – это, пожалуй, гвоздь программы. Опытные, лихие, храбрые всадники скачут на лошади. Во время этого наездник выполняет гимнастические и акробатические трюки. Этот военно-прикладной вид конного спорта приковал особое внимание всех зрителей. Ну и какая же жизнь без веры и песни. Тут казакам есть где разгуляться. Хоры, ансамбли – все от души и широко. Как дон разливается, раскатывается звуком по всей территории, наполняя воздух, атмосферы и духом вольной казачьей жизни. Лилей Тимиева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.